вообще данный мотоцикл имитирует немецкий мотоцикл bmw r71 конечно он создан из нашего советского мотоцикла если хотите потом покажу более правильный мотоцикл но как говорится для игры в войну в принципе данная техника хорошо подходит ввиду того что она достаточно проходимая имеет привод на колесо коляски вот соответственно где-то в кино или еще где-то можно легко применять перекрашен в цвет шварцграу его еще по ошибке надо называют фельдграу но это именно шварцграу черно-серый также оборудован различными обвесами моего производства то здесь у нас по идее 3 должно быть ящика для пулемета на 250 патронов для пулемета mg34 соответственно отщелкивается достается лента заряжается в пулемет также имеется маскировочная фара имеются несколько кофров подвес для канистр то есть немцы старались мотоцикл зарядить так скажем по полный чтобы на себе ничего не таскать вот еще более позднюю модель r75 иногда называли скоробей жук скоробей потому что она была иной раз завешена так снаряжением что в принципе самого мотоцикла видно не было рабочий объем 750 кубических сантиметров в принципе достаточно много для мотоцикла считается тяжелым мотоциклом вот ну оппозитный двигатель стандартной схемы в тридцать девятом году r71 был вывезен в советский союз и на киевском моторном заводе начали производить мотоцикла под маркой м 72 которые в принципе и являлись прародителями всех современных советских и российских мотоциклов вот это и урал и днепр соответственно было разделение киевский моторный завод до который во время оккупации был был вывезен на ирбит и там уже начали производить мотоциклы которые впоследствии стали уралами в киеве днепр и соответственно собственно вся история